всем большой привет и я очень рада начать снимать новый влог он будет просто про жизнь осеннюю жизнь в берлине немножко жизни биолога так как я все так же работаю в институте а еще мы с моими подругами продавали на фломаркте керамику и это такой очень необычный и милый опыт не за чтобы что-то продали но было классно весело и солнечно что этому посвящено это видео а я желаю вам приятного просмотра приехала в мой любимый район хакеши маркт я сейчас очень внезапно вижу снег а сейчас теплая осень и очень приятно очень приятно гулять я приехала немножко по делам немножко сделать кое-что приятное покупочки подарочки своим родным и близким и да это мой один из самых любимых районов поэтому я с удовольствием взяла с тобой камеру и немножко поснимаю первым делом очень хочется найти вкусный кофе и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мне покателось эти два часа, что я планировала провести тут никуда не спешить, поэтому я заказала кофе не с собой, а на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже вдруг домой даже переоделась, потому что вышло солнышко, что приятно, но стало жарко. И покажу, что я купила. Мне еще пришла посылочка из Толанда, так что настроение unpacking в видео, поэтому покажу еще, что было в посылке. Там красивый рюкзак, я надеюсь. Вот, и по мелочкам жду. Я в целом очень люблю азиатскую еду и часто готовлю лапшу или рамен. И как раз сейчас в Толанде собираюсь приготовить что-то подобное. И поэтому довольно много, что мне нравится в азиатском магазине. И сейчас покажу, можно сказать, обычную корзину оттуда. И все это стоило 20 евро. И сейчас приготовлю рамен. Субтитры сделал DimaTorzok Первая маленькая часть упаковки это вот этот солнцезащитный крем, который обещали, что он не дает жирный блеск. Но меня также очень интересует, какой он на запах. Выглядит он очень мило. Но на запах он почти ничем не пахнет. Короче говоря, он без запаха. Главное, на что мне очень интересно посмотреть, это рюкзак от вот этой вот компании. Последнее время практически все лоукостерные компании теперь заставляют себя дополнительно платить за даже маленькую ручную кладь. Я имею в виду маленький чемодан, который можно брать в ручную кладь. И разрешают ездить за цену билета только с рюкзаком. Поэтому мне очень нужен был рюкзак побольше. И теперь у меня вот такая красота. Сейчас я ее до руки. Сейчас все у них. Что? Я стесняюсь. То есть это же дешточки? Душен сайте потом. Так, может быть не снимать все дешточки. Но хотя я думаю, что я его оставлю, потому что он действительно нужен. И он красивый. Я не знаю, что он белый. Это очень плохо. Все, что ему хорошо это так понравилось. Ну да. Ну классно, да? Красиво. Ну что, блядь. Примерка. Ну так вот. Там был похожий на побольше. Мне кажется, он бы на мне смотрелся огромный. Ну я очень рада. Стоило это счастье где-то 150 евро. Что за счастье? Ты не знал? По-моему, 140 и 150. Я знаю, что. Стоило. 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 Да. Стоило. Решила сегодня поработать из компьютер-рума, где более быстрые компьютеры, более большие экраны, и иногда я прихожу, особенно если здесь никого нет, поработать отсюда. В целом, этот влог хочется посвятить каким-то обычным делам в городе и не посвящать его именно моей жизни как биолога, поэтому я могу только рассказать пару слов, что мне нужно будет сегодня презентовать на лаб-митинге. Примерно каждый месяц приходится это делать и рассказывать, по сути, чего ты добился, какие-то можно спросить советы у ребят из лабы. И, кроме того, потрясающие новости. Я получила одобрение от инстанций, которые отвечают за работу с животными, и они разрешили мне определенные изменения и сделать в проекте, которые мы захотели сделать. Подробнее, может быть, расскажу в каком-нибудь из следующих влогах, который как раз будет больше про жизнь биолога. Но да, так что пришла на работу, надо работать. Ну и самое последнее, что покажу, это, наверное, мое платье, мой отфит, потому что мне оно очень нравится. Ну и самая последняя новость. На вот эту булочку в кафе-госпитале я смотрю, мне кажется, уже год, и, наконец-то, я ее взяла попробовать. Очень вкусная. Сегодня суббота, утро, и мы с моей подругой Ирой решили позаниматься йогой или просто спортом в парке, куда я сейчас на велосипеде и направляюсь. Ну мы сели на травку и, конечно же, начался дождь, поэтому идет под деревом. Суббота. Да-да-да. Мы только что позанимались спортом, и сейчас пойдем есть очень вкусные круассаны и какое-то новое для меня место кафе в Берлине. И да, в общем, настоящая гармония и баланс, позанимались спортом, а теперь можно круассанчики. А я хотела, чтобы ты справа была. Ну я хотела, чтобы мы идем в кафе. Суббота. Сейчас хоть пойдет. Ну просто, они ноготочки. Как красный. Такая милая юбочка и что? Оранжевая можно менючерва выложить. Сейчас оранжевая, да? Давай в кроссе. Наргалась разной травы и на лавочке раскладывала, и меня даже прохожие покупали за 2 рубля или что-то. Вау, я очень. Да, добрые дядечки. Когда разыграемся, будем брать деньги. Это взнос 2 евро за то, чтобы с нами сыграть. И еще 5, чтобы мы прекратили. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok